Всем привет! Инновационная разработка Ганза в области самообороны. Уникальный нож для самозащиты, также способный спасти вас в случае необходимости выжить в экстремальных условиях. Все это Ганза 745. Теперь вы можете не бояться гопников и хулиганов. Если вдруг ночью на вас нападут гопники, вы можете ловким движением молниеносно извлечь уникальный инновационный самооборонный нож Ганза 745 и посвистеть в свисток. Гопники в ужасе разбегутся. Это, разумеется, шутка. Сегодня небольшое видео в формате первые впечатления, посвященное ножу Ганза G745. Точнее, в магазине он обозначен как Ганза G745-2POR. Ну а первые впечатления, это значит, что нож немой и полноценно его оценить после тестирования работы я не могу. Могу только посмотреть, повертеть его в руках, прицениться, сформулировать какие-то свои впечатления, которыми и поделюсь с вами в этом видео. Нож предоставлен дружественным каналом Knife KZ. Это новинка 2016 года. В данном случае Ганзовцы решили скопировать нож Heckler & Koch Axis Family. Хотя, как вводится, точной копией он не является. Мне кажется, правильнее сказать, что Ганза G745 сделан по мотивам. Но в целом прообраз легко угадывается. Основные ТТХ выведены на экран, тут особо комментировать нечего, а я лучше сосредоточусь на впечатлениях от ножа. Первое впечатление, в общем-то, нашло свое отражение в ироничном начале этого ролика. С чего вдруг китайцы решили приложить к ножу свисток, я так и не понял. Возможно, они считают, что этот нож как-то очень уж хорошо подходит для выживания. Но чем он в этом случае отличается от любого другого ножа из модельного ряда Ганза, решительно непонятно. В общем-то, любой другой нож точно так же можно было бы назначить ножом выживания и приложить к нему свисток. Не забыв при этом, разумеется, накинуть пару-тройку долларов. Еще о первом впечатлении. Когда я взял Ганза G745 в руки, то сразу поймал себя на мысли, что нож смотрится, ну, как-то дешево. Он выглядит, как дешевый китайский нож. Разумеется, это исключительно субъективное мнение, и кто-то может со мной не согласиться, но я ради интереса показывал этот нож разным людям, далеким от ножевой тематики. И просил высказать предположения относительно того, дорогой это нож или дешевый. Показывал его и сам по себе, и в компании с несколькими другими ножами. И результат оказался, в общем-то, однозначным. Все опрошенные говорили, что нож, видимо, недорогой. А при сравнении говорили, что он самый дешевый из показанных. Лично я думаю, что тут сыграли свою роль два фактора. Во-первых, этот болтающийся на шнурке свисток сразу настраивает опрашиваемых на ироничный лад, побуждая придумывать разные объяснения его предназначению, причем иногда весьма похабные. Во-вторых, эти оранжевые накладки с оригинальной текстурой смотрятся как-то дешево. И в этом плане показательно, что когда нож демонстрировался без свистка, его все равно оценивали как дешевый. Так что накладки это, пожалуй, главная причина. Интересно, что при этом всем нож, ну, по крайней мере, вот этот экземпляр сделан очень неплохо. Накладки подогнаны без изъянов. Обработка накладок из G10 также вполне аккуратная. Клинок отслесарен хорошо, без характерной для некоторых моделей Ганза несимметричности. Сведен в среднем в 0,5. Подводы, если не придираться, вполне симметричные. Заточка, ну, заточка вообще никаких вопросов не вызывает. Тоненькую бумагу рекламных листочков режет как угодно во всех направлениях, со всякими вывертами и тому подобное. Клинок стоит по центру, ход клинка никаких претензий не вызывает. Нож легко раскрывается, четко фиксируется, без проблем и нерационно закрывается. И в этом плане все просто замечательно. Тут, правда, надо оговориться. То, что хороший ход клинка на этом экземпляре, еще не значит, что так же будет и на других. Ганзовцы швейцарской стабильностью, мягко говоря, не отличаются. Ну, и поскольку нож чужой, я не могу проверить надежность замка. Аксис Ганзов в последнее время страдает склонностью к складыванию. Как здесь, я не знаю, но, по крайней мере, при таком хорошем ходе клинка люфтов нет. Что уже неплохо. У меня G745 пробыл примерно неделю. За это время он примелькался, я к нему попривык. Ну, и в итоге какого-то явного негатива он у меня не вызывает. Предполагаю, что с другими накладками, а такие варианты у G745, кстати говоря, имеются, он будет смотреться лучше. А что касается его работопригодности, то он, пожалуй, довольно неплох в качестве EDC-ножа. Какой-то изюминки я в нем, честно говоря, не заметил, но и ругать его вроде как особо не за что. Можно сравнить его с крысой, которая у нас как та печка, от которой пляшут. Ганза G745 в сложенном состоянии заметно компактнее. При этом по длине клинка он почти не уступает. Тут, правда, можно по-разному их выравнивать, и шпеньки у Ганза съедают довольно значительную часть длины клинка. Но в целом длина вполне достаточна для типичных повседневных задач. Форма клинка, кстати, на мой взгляд, смотрится довольно интересно. Это разновидность клип-поинт, и хотя я эту форму в целом не слишком люблю, такой вариант мне нравится, причем нравится и с эстетической, и с функциональной точки зрения. Форма и сведение делают G745, пусть и не ярко выраженным резаком, но весьма неплохим универсалом, с нормальной режущей геометрией. Опять же, практика показывает, что качество стали на новых ножах Ганза весьма неплохое. Тут я по понятным причинам проверить твердость не могу, но пока что на новых моделях Ганза ниже 59,5 твердости я еще не встречал. По эргономике нареканий нет. 745 не входит в число ножей, которые идеально ложатся лично мне в руку, но и каких-то неудобств он не вызывает. Накладки, кстати, обеспечивают хорошее удержание, и к ним, пожалуй, можно еще придраться из-за того, что в пазах, скорее всего, будет собираться грязь, из-за чего накладки будут иметь такой не очень опрятный вид. Итак, что в итоге? Функционально весьма неплохой нож. Восторга, честно говоря, не вызвал, но, пожалуй, можно сказать, что это твердый середняк без явных недостатков. С поправкой на субъективность другим людям может понравиться и получить, наверное, более высокую оценку. Эстетика? Ну, тут надо будет глянуть его с другими накладками. Возможно, первое впечатление изменится. Свисток тут ни к силу, ни к городу, но, по крайней мере, свистит он хотя бы нормально. Перед обзором глянул цену на этот нож на Gearbest 23 доллара. На мой взгляд, это для него дороговато, учитывая внутреннюю конкуренцию и наличие в линейке Ганза ножей, которые стоят в пределах 15 долларов, при этом ничем не уступая 745 по рабочим характеристикам. Правда, Gearbest постоянно меняет цены, то повышает, то сбрасывает, и я смотрю, что сегодня они на всех Ганза задрали цены. Скорее всего, в другой день на 745 цена будет ниже. Ну, в таком случае можно будет его рассматривать как вариант. Но 23 для него это перебор. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, вам было интересно. Ссылка на нож, как обычно, в описании под видео. Можете перейти на канал KnifeKZ, посмотреть, какое мнение об этом ноже сложилось у него. Я, кстати, сейчас тоже посмотрю, что он про него сказал. Вкусы у нас часто не совпадают. Ну, а пока спасибо за просмотр и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok